здравствуйте дамы и господа захоронит нас господь с вами джон клюкер следующий отчет по проекту вав сегодня 13 мая 2015 год так на работе в общем я покушал там что две конфеты съел вот с начинкой с этим с повидлом сосательные конфеты потом где-то сушек штук десять потом что еще где-то примерно 3 дольки шоколадки чай каркаде утром я попила в обед я попил этот просто кипяченой воды вчера я кашу так не стал варить просто это доел ту кашу и это уже поздно перед сном луковицу большую почистил сделал из нее салатик луковый салат просто порезал лук посолил потом маслом приправил и а ты отрезал себе пол булки хлеба то есть это плюс 16 рублей я запишу себе в этот в отчет по проекту вот а это на youtube снимаю вот интересно тоже нет и вот вчера вот это где-то я чуть-чуть четвертинку серого хлеба съел а еще мне ворнерт угостил в обед он взял это минтай кстати вкусная получилась у него штука минтай два кусочка минтая вяленого дал и батончик кусочек батончика дал вот сейчас уже грибового у грибоваса дома сварю кашу эту как и овсяную а сейчас пока варится кашет ну что-то проголосит проголодался наверно этот лук у меня там остался с леса я его не трогал я просто новую луковицу брал для салата вчера вот эту луку сейчас наверно порежу с солью с маслом и черный хлеб еще у меня там остался сейчас покушаю пока каша готовится перебить так сказать голод это у нас такой закат сейчас в начале видели первый раз я заваривал брусничный лист и но наливал в кружку разогревать но потом этот не пил эту водичку не пил где-то на два дня постояла и посмотрите какой цвет получился сейчас специально налью вот прозрачную покажу вам цвет красный интересно получилось да и вот я вчера тоже когда просто кипятком заливал куда была водичка такая чуть-чуть как бы желтенькая сейчас смотрите там уже какая вода надо мне уже будет на свеженький лист заваливать ну заваливать я его разогревал на медленном огне и он немножко ну как до кипения его довел ну конечно не такой был черный цвет этого брусничного листа это сейчас он уже стоит сколько-то дней смотрите интересный такой насыщенный получился сейчас попробую но он такой не горький не знает просто вкус как бы по насыщеннее стал и все а так никакой горечи нормальный такой вкус сейчас попозже свеженькая свеженького листа заварю брусничного ну наверное немножко это залью кипятком но это сейчас уже вылью вот этого брусничного листа свеженького насыплю залью кипятком и доведу до кипения чтобы совсем не была прозрачная вода чисто вот только до кипения доведу и потом выключу вот поставил кашу вариться он уже она начинает закипать две кружечки крупы и три кружечки воды немножко подсолнечного масла соль я не добавляю вот такие кружки я крупы и вот эту этой же кружкой воду наливаю уважаемые зрители обманул я оказывается вас вспомнил это красная вода это просто знаете что было у меня это было у меня вот этот брусничный лист заваренный я его смешивал меня были тут остатки каркады я просто сюда немножко добавлял брусничного листа вот я вылил в раковину это просто красный цвет это все таки от этого от каркады а сам вот цвет этого брусничного листа ну вот сейчас посмотрите какой вот вчера его так и доводил до кипения но вот уже он сегодня еще постоял сколько уже времени такой мутный цвет стал так собрался ужинать каша готова положил себе кашу сейчас 10 час вечера вот сделал луковый салат будут одна целая луковица там остатки которые с леса был лук соль и масло вот кашки себе столько положил так вот оставились остались у меня две конфетки что вот я покупал для себя конфеты ну и хлеб вот еще этот вот хлеб остался посчитал сколько у меня еще добавилось расходов сейчас покажу было 798 плюс 22 лаваш и плюс 16 рублей половинка серого получилось 836 рублей 90 копеек то есть еще у меня в запасе до 1000 рублей 160 руб 163 рубля сегодня 13 мая получается получается так у меня 163 рубля на она придется мне еще покупать пару килограммов лука рублей 60 уйдет ну чтоб вот месяц май добить чтоб не хватило и доедать вот этот как не овсяную эту кашу вот сейчас эту кашу поем посмотрю сколько там крупы и другой осталось лук всяком не надо будет покупать ну еще со второй закупки лук а у меня осталось две луковицы так и 100 рублей ну вот надо будет купить конфеток к чаю дешевеньких поискать ну и в принципе и все а я вспомнил это когда это работал по вахте там есть такое понятие взобраться на горку и спуститься с горки но допустим если работаешь по вахтам 15 дней работаешь 15 дней отдыхаешь то получается вот 15 рабочих дней до 7 дней ты забираешься но вот в вахтовых дней 7 дней ты забираешься на горку но восьмой день это как бы получается пик и остальные 7 дней ты спускаешься с горки то есть вот там ну как не вот этот я забыл кто это мне рассказывал вроде бы мой напарник вот это пик это как бы получается вот ну тяжелый такой период доработать до середины вахты а середина уже спускаться с горки уже легче то есть по идее может быть в моем случае даже так же и будет вот получается 15 мая у нас в мае 31 день 16 мая будет у меня пик гора ты ну-ка я на пик мая зайду после 16 буду спускаться потихонечку посмотрю как у меня сегодня конечно были у меня мысли о сале сальса что-то захотелось потом не знаете что захотелось семечек жареных захотеть но я периодически вот постоянно семечки грызу ну вот до этого проекта у меня постоянно и если это в моем рационе это семечки подсолнечника сало я редко ем но вот что-то так захотелось там в интернете что-то были насчет сала шутки там и это посмотрел в интернете насмотрелся на эти сало и вот это мысли о соли у меня появились на подоконнике еще тут у нас гриба басом растет лук зеленый вот потом надо будет наверно этот лучок съесть это мы сажали уже где-то дней 20 назад наверное вот мы у нас на каком-то ужине был уже зеленый лук лук это вот все с того раза это у нас лук растет вот ну и что еще ну пока по проекту ничего такого особенно ну тут как бы какой интерес то что прожить на этот на эти продукты и все принципе ничего такого особо вроде бы не не интересно так вчера я уже рассказывал какие выводы там потихоньку вытекают из этого проекта вот кстати сейчас я закипела этот компот выключать сейчас так вроде нормально это овсянка идет а у меня еще есть мука можно будет потом еще лепешки пожарить но не сегодня уже сегодня уже поздно ну сейчас уже такие мы вот поход то сходили да я вчера вот выкладывал две серии но два видео вы выложил с участием гриба баса ну и вот этот вар сегодня уже опять не успею этот поход редактировать но это информация для вас зрители чтобы это были в курсе что вот еще будет поход опубликован майские перемены называется мы с гриба басом удачно сходили вот в эти дни ну наст был хорош и на лыжах когда и туда шли и обратно нормально не проваливаясь все было хорошо сейчас уже начались такие конкретные плюсовые температуры снег уже тает и там уже вот когда мы там ручей переходили но с гриба басом я думал что там лед внизу в ручье а там сейчас подумал полу получается там уже этот лед прошел просто вода была мне в тот раз показалось что когда вот мы ручей переходили с гриба басом что как бы свернул лед внизу еще пока что а сверху течет вода да если конечно в этом масле там твой в эту кашу кусочек маслица сливочного положить уже будет совсем другая история да и так кстати тоже вкусно плохо что у нас на севере нельзя этим заняться пчеловодством я когда уходил на рыбалку ну там на дальние озера это вот мы до обези доезжаем на поезде там пешком идем на север в сторону севера до озер и вот когда тепло там появляются пчелы но это не шмели потому что шмели у нас шмели тоже есть ну как обычно как и в средней полосе большие такие мохнатые а это как бы такие пчелы ну размер как у пчелы но они в это мохнатенькие такие вот и вы в этом году если получится я сниму на видеокамеру этих пчел у меня в прошлых походах я тоже их снимал это надо искать в этом канале джон клюкер есть там эти насекомых я этих заснимал тоже я так предполагаю что это вот дикие северные пчелы вот эти мохнатые маленькие у нас тут вот в принципе вот за пчел здесь у нас на севере есть возможность собрать нектар запросто потому что ну когда начинается тепло белые ночи вот сейчас начались сейчас вот сейчас начала цвести ива сейчас его начало цвести потом сейчас вылезла мачи мачеха снег еще пока не весь ставим в городе ну и в лесу естественно вот потом у нас трава очень быстро растет за счет того что белые ночи и потом и зеленеет у нас очень тоже быстро это знаете вот вот только начнет вот как бы деревья немножко зелененькие паяют но как бы зелень такая зелененькие листочки немножко выскочит а потом как на глазах такая они как как будто выстреливают двух и буквально в течение там нескольких дней уже такое все такое зелененькая становится кстати у нас щавель же растет дикий но за щавелем идти это надо там на сельхоз далеко отсюда это надо велосипед ну что попроще было туда забыть добраться ну щавель в мае это точно уже в мае не будет ну то есть я не попаду в этом проекте чтоб щавели себе на еду собрать только вот если я сейчас березовый сок может быть начну собирать а я эту мысль про пчел то не рассказал дальше то что здесь есть возможность пчелом нектар собрать все это как бы получается сюда если вот пчел завести на север это пол только можно по зимнику на машине потому что я не знаю в поезде их наверное но вряд ли там в багажном перевозит пчел я это не в курсе конечно может или как-то перевозят ну проще там на своей какой-то частной машине там на газельки допустим опять же надо чтоб газелька было это ну то есть какая-то машина типа термос такая чтоб отапливаемо было да наверное скорее всего лучше будет на буханке зовет сюда этих пчел венту здесь определить с ними ну как и хранить вот это чтобы они перезимовали смогли перезимовать естественно отбрать таких пчел которые поближе к северу то есть вот где-нибудь где вот глазов там где северные но вот где республика коми но там где есть пчелы ну как бы поближе к северу чтобы они были привычные были холода и будет интересно какой тут метод интересно они но дадут эти пчел на севере ну все по отчету на сегодня все спасибо за внимание дорогие зрители подписывайтесь на канал всего доброго до свидания следите за проектом ВАВ удачи